МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу сказать, почему именно 9 декабря мы собрались в этой студии. 9 декабря – это действительно знаменательный день в этом направлении. 9 декабря 2003 года в Мексике была подписана Конвенция Организации Объединенных Наций по противодействию коррупции. И об актуальности этого документа говорит только, что в течение трех дней этот документ подписало 100 стран-участников Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день из 193 государств-участников она ратифицирована 158 странами, что также говорит об актуальности борьбы с вопросами коррупции во всех странах, не только в нашей. Однако подписать проще, нежели искоренить коррупцию в целом. Итак, вернемся к тому, чем же все-таки прокуратура занимается в плане борьбы с коррупцией. Безусловно, у нас есть самый широкий комплекс мер, которые мы можем применить в деятельности по борьбе с коррупцией. И не следует эти меры сводить только лишь к выявлению и пресечению фактов коррупции. Основополагающей ролью является координационная роль прокуратуры в борьбе с коррупцией, что предполагает координацию действий правоохранительных органов, органов местного самоуправления и органов прокуратуры на этом направлении. В целом, какие мероприятия прокуратура провела или еще проводит в рамках этого дня? Ну, мы начали готовиться к этому дню не сегодня. И такая подготовка идет не только у нас в Республике Крым, но и во всех субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день мы в городе Симферополе провели более 15 мероприятий, посвященных тематике борьбы с коррупцией. Это и лекции, и иные мероприятия в рамках правового просвещения, это и размещение наглядной печатной продукции, и иные мероприятия. В целом, это вот предупреждение, попытка предупредить факты коррупции, но какие в целом результаты работы прокуратуры в этом направлении? Хотел бы отметить, что нами создана межведомственная рабочая группа по противодействию коррупции. Были проведены заседания данной рабочей группы, и следствием проведения таких заседаний уже стало выявление коррупционных правонарушений, было внесено 7 представлений об устранении выявленных нарушений. И я хотел бы сказать, что в настоящее время не всеми органами местного самоуправления ведется эффективная работа по борьбе с коррупцией. Для примера проведу такой пример, что по иску прокуратуры города Симферополя, Симферопольский городской совет обязан принять на сегодняшний день необходимые нормативные акты в сфере противодействия коррупции. Вот за последние 8 месяцев в Крыму возбуждено 97 уголовных дел. Это связано с тем, что стали лучше расследовать, или с тем, что стали больше и чаще брать? Вы знаете, я бы не стал сводить эту проблему исключительно к вопросам каких-то количественных вопросов выявления либо пресечения. Наверное, на сегодняшний день в связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации у многих людей еще не изменилось правосознание в первую очередь. И в этом во многом обусловлена высокая степень совершения коррупционных правонарушений. Наверное, все-таки поэтому. Ну, я хотел бы отметить те отрасли, которые наиболее подвержены коррупционному влиянию. Это, безусловно, здравоохранение. На сегодняшний день идет огромный поток нареканий со стороны жителей Крыма на какие-то незаконные поборы в лечебных учреждениях, какие-то иные требования оплаты денежных средств. Это также такие сферы не только образования, не только здравоохранения, но такие сферы, как образование, такие сферы, как государственные закупки. Не будем забывать о том, что взятки не только берут, но и дают. И, наверное, это побуждает людей брать. Я сейчас никого не защищаю, но, тем не менее, работа с теми людьми, которые, возможно, хотят или желают дать взяток на предупреждение, так скажем. Да, я хотел бы вот здесь привести слова бессмертного классика. Как говорил в известном всем нам фильме профессор Преображенский, разруха начинается в первую очередь в головах. И именно с каждого отдельно взятого человека в нашем государстве и начинается борьба с коррупцией. От того сознания, от того неприятия дачи взяток должностным лицам. Вот мы подошли к моменту непосредственно жалоб крымчан, допустим, в прокуратуру на факты коррупции, требования взяток. Ведь не каждый пойдет, многие боятся просто. Вот каковы мои действия? К примеру, с меня требуют взятку. Что я делаю? Вы знаете, все достаточно просто. Вы просто сообщаете об этом в те органы, которые призваны бороться со взяточничеством из коррупции. Таких органов на сегодняшний день достаточно для того, чтобы такие факты своевременно выявить и пресечь. Это как органы прокуратуры, так и органы ФСБ, так и органы полиции. То есть, по сути, это может быть анонимно абсолютно, да? Если человек не желает раскрывать свое имя. Просто прокуратура, допустим, или соответствующие органы проведут проверки по этому факту. Ну, надо исходить из того, что анонимность, она не влияет, не способствует эффективности раскрытию данных преступлений. Поскольку выявление факта и фиксирование факта взяточничества все-таки предполагает проведение определенных оперативно-следственных мероприятий. Фиксации данного факта. То, конечно, все-таки желательно избежать этого фактора анонимности. Ну, вот жалобы крымчан в прокуратуру. С чем, собственно, жители полуострова идут в родное ведомство? Ну, на сегодняшний день ни для кого не секрет, что, как я уже сказал, основной сферой, на которую жалуются жители, это здравоохранение. Но также очень актуальны являются вопросы землепользования, поскольку на сегодняшний день с началом процедуры оформления земли возникает множество коррупционных рисков в тех органах, которые занимаются разработкой землеустроительной документации, регистрацией вечных прав на недвиживом имуществе, и в том числе на земельные участки. Ну, вот данные такие, что максимальная сумма, которая фигурирует в уголовных делах коррупционных, превышает 1 миллион рублей, а сумма взятки порядка 300 тысяч. В принципе, это немалые, абсолютно немалые деньги. Людям придется значительное время работать, чтобы их получить. Но что вот люди за эти деньги пытаются купить? Ведь это не просто, наверное, какая-то справка или больничный, или что-то еще там. Нет, безусловно. Но, как показывает практика выявления коррупционных правонарушений в последнее время, большие суммы взяток, либо попыток взяток, связаны с намерением людей избежать ответственности за совершенные правонарушения. Безусловно, это в первую очередь касается юридических лиц. Ну, для примера я могу привести случай, который везде в прессе последнее время звучал. Это нарушение законодательства при ввозе мяса на таможенную территорию Российской Федерации, на территорию Крымского федерального округа. Очень часто проходят такие сообщения. Но можно ли говорить о том, что в российском законодательстве, в целом, в Российской Федерации, думаю, крымчане это уже почувствовали, наверное, с большей интенсивностью борются с таким понятием, как коррупция? Безусловно. С вхождением Крыма в состав Российской Федерации коренным образом изменилось не только правовое регулирование вопроса борьбы с коррупцией, но изменилось самое главное. Это подход правоохранительных органов к этому вопросу. И практика последних действий правоохранительных органов, факты выявленных коррупционных нарушений, в полной мере свидетельствуют о решимости этих органов, в том числе и органов прокуратуры, бороться с этим явлением. Станислав Евгеньевич, вам и вашему ведомству успехов в борьбе с коррупцией. А у нас на этом все, но мы не прощаемся. Оставайтесь с первым крымским. Редактор субтитров А.Семкин